Буквально несколько минут назад стали известны самые актуальные и чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете по борьбе с преступностью и коррупцией за последние три дня. Небольшой конфликт возник в организации Никиты Михалкова, который связан с вступлением в комитет известного композитора Раймонда Паулса. Некоторые члены комитета высказали свое недоверие маэстро в связи с тем, что Раймонд Паулс очень лояльно относится к певицам Лайме Вайкуле и Алле Пугачевой. Также не всем членам комитета понятно, почему Паулс, проживающий в другой стране, неожиданно приехал в Россию, чтобы бороться с коррупцией. Однако Никита Михалков заявил, что не стоит рубить с плеча и надо дать Раймонду Паулсу испытательный срок, чтобы легендарный композитор смог себя проявить в реальном деле. Приходится краснеть за своего отца заместителю антикоррупционного комитета героя спецоперации Никите Малинину, который смог восстановиться после тяжелой травмы, ухода жены и занять активную жизненную позицию. В последнее время известный певец Александр Малинин ведет себя самым недостойным образом. Своим поведением он дискредитирует своего геройского сына и активно выступает против спецоперации. Ну а шокирующее событие с участием Александра Малинина произошло вчера вечером в городе Североморске во время музыкального фестиваля. Власти Североморска без согласования с жителями города пригласили на концерт Александра Малинина, что и привело к чрезвычайному происшествию. Зрители освистали Александра Николаевича Малинина и принесли на концерт плакат с надписью «Нам предатели не нужны». А один из зрителей, работник машиностроительного комбината Сергей Торпеда, прямо во время музыкального выступления поднялся на сцену и столкнул Александра Малинина с музыкальной сцены. Александр Николаевич отказался озвучить свою гражданскую позицию и был вынужден прекратить музыкальное выступление. Начальник организации по борьбе с коррупцией Никита Михалков с грустью заявил, что в антикоррупционный комитет не вступает молодежь. Как считает Никита Сергеевич, основная причина – это деньги. Ведь все сотрудники антикоррупционного комитета работают в организации на добровольной основе, абсолютно бесплатно, по зову души и сердца. В то же время Никита Михалков заявил, что не собирается привлекать молодежь в антикоррупционный комитет большими зарплатами. Цитата. «Если молодые люди будут вступать в комитет только в погоне за большими зарплатами, то тогда в самом комитете начнется коррупция, а это недопустимо», – жестко заявил Никита Сергеевич Михалков. Продолжается уголовное дело о игровых подпольных казино Родиона Газманова в городе Калининграде. После того, как Газманов-младший дал шокирующие показания против своего отца, музыкальная карьера, общественная деятельность и свобода Олега Михайловича Газманова находятся под большой угрозой. Сегодня в квартирах Олега Михайловича в Калининграде и в Москве прошли первые обыски. Результаты расследований пока неизвестно, однако общественная деятельность Олега Газманова временно приостановлена. В ходе следственной работы стало известно, что семье Газмановых принадлежат игровые подпольные казино не только в городе Калининграде, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Челябинске и Уфе, что еще больше усугубляет положение семьи Олега Газманова. К слову сказать, что три дня назад Родион Газманов заявил, что подпольные игровые казино принадлежат не только ему, но и его отцу, и они в равной степени получали доход и делили его между собой. Два дня назад в городе Нижневартовске была взорвана бесплатная общественная столовая антикоррупционного комитета. К счастью, никто не пострадал, так как столовая находилась в стадии открытия. Преступники были задержаны по горячим следам. Член комитета Николай Николаевич Дроздов после сердечного приступа стал чувствовать себя лучше и через несколько дней будет выписан из больницы. Однако состояние Юрия Назарова и Вячеслава Добрынина вызывает серьезные опасения у врачей. Вячеслав Григорьевич до сих пор находится в реанимации. С подачи антикоррупционного комитета и личной Никиты Михалкова была утверждена новая уголовная статья под названием «Враг народа». Организация Никиты Михалкова оказала самую глобальную помощь семьям участников спецоперации за последние полгода. Была перечислена финансовая поддержка в размере более 100 миллионов рублей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете деятельность организации Никиты Михалкова, можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.